Мы продолжаем нашу учебу. Таня, с самого начала прошлого урока, мы закончили вторая глава, и мы начнем сегодня с третьей главы. В третьей главе находится в 49-й странице на русскоязычной версии. Вторая глава говорила и учила нас, что есть Божественная Душа. В третьей главе будет учить нас, как она функционируется. И это разные высшие. Для того, чтобы понять, насколько это разные высшие, будем переводить от нашей жизни на главный пример. Например, есть тот факт, которым мы являемся живыми, мы живы. А второй, есть еще одна часть, что мы функционируем. И это не одинаково, хотя часто мы путаем это. Того, что я двигаюсь, не является доказательством, что я живой. Не соглашаетесь, я вижу, да? Нет? Не согласны. То есть, по вашему логу. Если человек, допустим, находится в коме, можно его убить? Он живой. О, он живой теперь. Не функционирует. Не функционирует. Но живем. Это обратно. То есть, есть двух частей. В каждого из нас. Первый, что мы живыми. И второй, что мы функционируем. Это разные вещи. То есть, машина, когда она заведенная и двигается, не живая. Она такая же, не живая машина. А я, не дай Бог, не я, а любой человек, даже в коме, живой, не имея никакого отношения к его функции. И даже если ученые завтра докажут, что они не могут это доказать, они не знают. Просто не знают. Мы не знаем. Даже гипотетично, если докажут, что человек, в коме, даже мозг не способен почувствовать понятие работать, мы не знаем этого. Даже если докажут, что он не может, не способен. Он не меньше живой. Не меньше живой. То есть, в чем мы живые? Каждая клетка в наш организм живая. Каждая клеточка. Она живая. Другая наша функция, наша функция, она точечная, например. Наши способности логически рассуждать связаны с соединением, с силой нашего разума, соединяющейся с этого коробка, которая называется мозг. Когда они соединяются, и сколько они соединяются, и сколько мозг наш тренировал себе, и сколько наша логика раскрытая, столько и мы способны понять то же самое зрение. Вы же, наверное, знаете, что одна из профессоров в армии – это снайпер. Зачем надо учиться снайпер? Зачем? Ну, понятно, надо там считать расстояние, витр. Но это не только это. Они тренируются на зрение. Они улучшают зрение. В чем? Как правильно смотреть через этого устройства. И действительно, они способны научить глаз правильно видеть. Правильно видеть. То есть, четко понять, что она смотрит. И корректировать зрение. То есть, если буду тренировать зрение, хотя нам кажется, что это не так, это так и есть, то наши глаза будут смотреть лучше. Та же? Руками. Будем тренироваться, будем писать четко и красиво и правильно. Я говорю о рукописе, не о грамматике, да? Не будем тренировать наши руки, будем писать как... Та, у нас говорили, как врача мы будем писать. Никак. Танцор. Я могу смотреть все движения, но не танцевать их. Так, тренируешься, буду танцевать. Не тренируешься, но не танцую. И так далее. Хасидут объясняется, что причина разделения между моим, де-факто, я живой, и точечной функциональности, почему такое разделение есть? Потому что, что это исходит из разных частей нашей души. Жизнь мы получаем автоматично со встречи нашей души с нашим организмом. Это как зажигание. Встречались живой. Это истекает от души, а душа может не хотеть. Она встречалась с организмом, он живой. Пока она в него, он живой. Все. А точечную силу функционирования, это уже зависимый от силы, которая есть в душах, раскрытая в душах, и ее соединение с сосудом соответствующей, это силу, в мозг – разум, в глаз – зрение, в рука – движение, в нога – и в своем движении, и так далее, и так далее, и так далее. Вторая глава, когда мы говорим, это того, что мы сейчас объяснили, это животная душа. Вторая глава нас научила, что есть божественная душа. И она в общем какая? Часть в совершенном. Дано нам. С нами не обсуждали ее функции. С нами обсуждали, что она есть. И она дана нам. Каждого из нас есть божественная душа. Теперь нам расскажут, как она функционирует, когда она уже функционирует. Это разные вещи. В третьей главе будем учить о ее функции. Это первая часть. Вторая часть. Нас будут рассказать абсолютно известное приложение «Пасух в Тору», которое постоянно, когда мы читаем, мы начинаем как-то запутаться, что это значит. Когда Всевышний хотел сотворить человек, и он говорит ангеле, «На осе Адам сотворем человек, бецалмейну кидмусейну, подобен нас». Это как? Подобие нас. И постоянно мы ищем объяснение. Написано в Кабалаве Хасидут. Что это означает? Сотворьем человек подобен нас, что функции человека, функция душа, будет подобная мира целут. Подобная мира целут. Это означает подобен нас. Что это означает подобный мира целут? Так же, как в мир целут. Есть десять сфирот. Так же, Всевышний сотворил человек с десять функций. похожи и параллельно к тому, что есть в мир целут. Через этих десять силы, кохот, это называется по отношению с душа, не сфирот, а кохот. Кохот – это силы, функции. Да? Они тоже похожи в их характеристиках, в их проявления в их характеристиках, которые находятся в мир целут. Теперь мы можем читать внутренне. И вот здесь, в третий главе, 49 страница. И вот здесь, «Кол пхина у мадрего, мишол и шэлу, нефэш, руаху, нешаму», каждый из, уровня, души, раскрывание душа, которую у нас есть. «Нефэш, руах, и нешама». «Клулом эсэр пхинэс», она включает в себе десять силы. «Кенегед», которые являются параллел, «эсэр сфирэйс эльэйнэс». Десять атрибуты, верхние атрибуты, святые атрибуты. Почему они похожи? «Шэнэштэлшэллумэээн». Они просто их праправнуки. Они перешли от них. «Хохмо, которое в мига цилут, перешло на хохмо в божественную душа. Бину в мига цилут, от него перешло потом к бину, который есть в божественную душа. ДААС в мига цилут, порождал у божественная душа. ДААТ и так далее. «Ханних локэйс лиштай». Как и в мига цилут, есть общее разделение. Вот этих десять сфирот, атрибуты, разделены на двух частей. «Щэгэн», какие? Двух частей. «Шолойш» и «Мойс», «Вешэва кфулыс». Четыре материнских силы, атрибуты, и семь разумноженных. Разумножение. Семь разумножения и три матри. Что это за три матери? «Пиуш», значит, «Хохму биноведас». «Хохму», мы сегодня, мы будем в этой главе понимать чуть-чуть, что это значит «хохму». «Хохму биноведас». Это материнские силы. «Вешива семей хабинян». И семь атрибуты. «Хэсэд гвуат» и «Фэгэснецахойдесойд, Малхус» называются «семь дней сотворения». «Семь дней построения». Почему «семь дней построения»? Потому что в первый день сотворения он взад, он был сотворен через атрибут, через сфера хэсэд. Понедельник, где было разделение земла и неба, был сотворен от атрибута, от сфера гвура. И так далее. Поэтому они называются «самь дней пастраяния и лиссатворения» «хэсэд г speaking SHэд гвугот и фэрэс в совху». Вках бэнефэш « crypto тэг же учелывэк» « american шэнэхнецэлどэкэшээль хэслэшэйтэйbb « тоже бэнефэш аддам чэслэвэчэס киедушэ пэчэсэзvals кона ядушэ «ээсээ reboot in Oxээна», анáhazề дилээна надвучэчэстэхэй Сехел, разум, и мидот чувств. Сехел кулал, разум включит в себеи, хохмо бинадас. Вахмидес и чувств, что в ходе чувств, ахабаса шэм, лубитв севишнему, хупахдой, баяцат него, и раосай пережеват от него, лефаарой, возвишат его. То есть тут не называются наши чувства хэсэд гвурат и фэрит. Нет. Учеловек это не хэсэд гвурат и фэрит. Учеловек это как они выражаются. Лубитв хэсэд, баяцат гвурат, пэрежеват тэфээрит и тэгдэли. Вэхабад нэкреу, хабад тойз хохмо бинадас. Што явлаец анышэр разум. Нэкреу, аниназаваюца, имот, у макор ламидот. Имот, материнский. И корен, источник, мидес, чувства. Ки хамидес, почему это так? Хамидот, хэнтоидлос хабад. Чувство порождает разум. То есть, теперь нам остается понять, что мы говорили. Теперь, после того, что мы читали так красиво, надо понять, что мы читали. То, ребят, начинай этаписниц. Уби юра иньо, абисниц это. Ки хіна асэхэл шабэнэфэш амэскэлэс, разум, вразумна ядуша, шху мэскэл колдово, катарэс пасобэн, разумеца, панимаць, колдовар, лубоивиш, нікро бэшэм хохмо. Первое, надо понять, что такое разум. Что такое разум? Разум, это способен понять все. Что значит все? Все. Нету разума математический. Или разума физика. Или разума Торо. Или разума Тальмуд. Нету такого. Есть разум. Это способности понять любого вопроса, который мы зададим ему. Если ты что-то не понимал, Жан-то не старался. Если у тебя неспособности понять, есть один из два. Или ты не тренировался, не подготовился, не получил исходные данные, или твоя душа не раскрыла способности это понять. Но твоя душа способна понять все. Проблем в тебе. То есть, так же самое, как мы понимаем, что если я приду завтра со сварочный аппарат и попытаюсь чинить какие-то металлоконструкции, у меня получится очень плохо. Если вообще получится. И даже если я завтра закончу учебу, каким электродом надо воспользоваться, на какой диаметр надо сварить, с какого вида металла я могу это делать, с каких весов я могу работать. Все я почитал. Но если я пойду завтра после учебы и попытаюсь сварить металл, у меня это получится очень плохо, если вообще получится. Это умение. То же самое. Разум. Если человек не принимает учебу, это потому, что он не сделал ничего для того, чтобы понять. я понимаю вопрос, я объясню его. Вы спрашиваете, и я не шучу, вы спрашиваете, Ребе, он же идеальный человек, он мог сварить металл? Нет. Ребе не супермен. Ребе, это не фантастика из книги Марвер, которую пишут в Голливуд. Ребе, это идеальный вид человек, отражающий от божественной души. Если ему было надо по какой-то причине сварить металл, наверное, учился и безна лучше. Но если ему это не надо, значит, не надо. это как спросить, а Ребе был способен быть певец в опере? Нет. Зачем это надо? То есть, это не делает от него меньше или больше Ребе, или меньше или больше праведника или еврея и служит Всевышнему. Это не его дела. Хороший вопрос, я знаю, встречал этих вопросов, но надо понимать, что мы говорим о Ребе, это совершенно не функция дела, не функция дела, а в ее назначении. Зачем? Я объясню, почему я концентрирую на этом. Когда рассказывается о Рамбама, великий Рамбам, люди не понимают, люди, которые не встречались с труды Рамбама, не понимают, насколько этот человек был уникальным. То есть, среди мудрецов еврейского народа во всех поколениях были великих мудрецов. Но только малочисленные сделали и были способны делать такая работа, как Рамбам. например, мы встречали такое в Раши. Раши писал комментарии, причем в разных стилах, в пятикнижные Моисея, это было. Один труд, второй вид труд, по-другому, по-другой стил пишет во пророчества и описания, это разные комментарии. И тридцей совершенно другое в Талмуде. Это труд, который человек, который не трудился в учении, вообще не понимает, о чем идет речь. Рамбам того, что он был мудрец Витора, это мало сказано. Он писал первые книги в мира, еврейский мир, которая объединялась вся учение Тору в реальной действительной законы. То есть он изъял из Талмуда фактически выполнение закону и писал о всех 613 заповедей, каждого из них как надо. Такого книги не было до него. И, кстати, после него такого книги не писали. Писали частей, отчаст, которые нужны, но так общерно, и Рамбам об этом пишет, что вы почитаете пятикнижные мессии и почитаете моего труд, и вам не надо больше ни одного книга. То есть для выполнения заповеди вам не надо никакого дополнительных книг. Для этого это было предназначено. Для того, чтобы обычный человек, который не способен охватить так много, доучится и будет функционировать как правильный выполняющий заповедь еврея. Помимо того, Рамбам писал еще комментарии книжные с уникальных труд неимоверные. Помимо того, он еще писал несколько письма, которые перевернулись потом в книжки о морали, как восемь главе для Рамбама и открытые письма для яманских евреев. Кроме того, Рамбам на своего поколения был неимоверный врач. Рамбам писал научные книги на арабский язык, которые до сих пор учат на факультете в медицину. он был неимоверный врач. И работал как врача. Это не просто был врач, он работал врачом. Это неимоверно. А Рамбама рассказано, что в своем детстве он родился у великий мудрец Маймон, который пытался воспитывать от мужа его сына мудрец, но он был неспособен. Как ребенок неспособен. Он не мог принимать учебу. У него не получилось. и написано, что его отец уже отчаивался и перестал им заниматься. Ну, было не за что. Зачем тратить время? И Рамбама не отчаивался от себя. И сидел в синагогу, читая текст еще раз, еще раз, еще раз. Написано, что он просто умалал Всевышнему, что откроет ему мозг. И прям так написано, что он проснулся утром, все было открыто перед него. То есть разум связан с двух частей. Моя коробка это принимать и душа раскрывать меня. Раскроется больше, буду знать больше. Раскроется меньше, буду знать меньше. Но моим трудом связано буду я понять или нет. Моим трудом. Поэтому разум называется разум который в разум на душу ше у маскил колдово который способен понять все. Это как называется? Это в способности. называется? Никро бешем хохмо. Это называется хохмо. Почему хохмо? Почему это называется хохмо? Потому что хохмо устроено из двух маленьких слов. Коах силу ма. Что? Силу что? Вот это интеллект. Силу что? Что надо? Кроме того койах недостижимый нам не понять его. Это такой скор который мы говорим что это такое? Как это получается? То есть меня не понять как это понятно? То есть скажу это по простому. Когда мне объясняют что один плюс один это два? Это не хохма. Меня показали одиночки а потом показали вторым очки вот один вот второй сколько это вместе? Ну два. Это знание. Но когда меня недостижимое знание я не понимаю ее я сижу и пытаюсь понять что-то и у меня появляется просветление вот это просветление является стрича моя стрича способности понять моя душа. Это называется хохма кояхма силу откуда не понять. Вот это хохма хохма как она проявляется она проявляется так написано в хасидут как молную хасидут это называется барак а маврик молная как молная удаец я помню что я ходил в детство первый раз я каждый наверное встречал это но это было для меня до сих пор для меня это пример кто такой молная я ходил в детство 12 лет и прям молная вышла из между облака и сразу стрела прямо напротив меня меня я помню что сердце упало прямо вот такое такое ну прям вышла и к тебе прямо к тебе и я помню на удивление как она прямо передвигала свою сторону и так скрылась от меня обратно молная она передвигает освещает все делает такой шум мигновенный и исчезает стрича с моим способности душевные способности не знания а способности скрывать что-то новое вот эта стрича между мной и душевные способности понять все что надо она как молная поэтому когда если вы напомните себе случай который вы что-то открыли себе в жизни что вы почувствовали просветлением и все и самое интересное что когда вы встречаете этого просветления если кто-то начинает говорить ну что что там отстань от меня не мешай чего вы чувствовали что вы поняли ну говори нет не мешай мне что надо сейчас хватить его удержать этого молния я чувствую как оно как оно сколзается от меня прям сколзается и я должен ее удержать вот строить вот этого молния держатель удержать ее как моего разум и мозг удерживает этого молния первой большая тренировка мозговая тренировка но через какой сил через бину вот здесь начинается пина работать когда эта молния встречается и она возникает ко мне она просто проявляется мне да шамисбойнен басиклой ле ховин добор ла шур ла ла ом кой митой аз двор хохмм амус коль басиклой никрубина вот это я читал это быстро теперь разберемся кшамисбойнен басиклой он начинает митбонен митбонен это слово бина митбонен это означает разворачивать вот он он не просто мисляет он начинает разворачивать в 4D он смотрит это мисля начинает ее разворачивать сюда туда вверх вниз вот это вот это работает вуна она начинает вот разрабатывать из всех сторон вот этого мисля для чего ла ховин довор ла шур понять выше вот этого мудрость правильно ла шурой как она и есть не обманывая себе а четко как есть не только понять его как есть а понять его глубоко это не концентрироваться это понять его глубоко митбонен это мудрость которая появилась своего разума это не крабина это называется бина меня на днях будет понятно меня на днях писал человек что его дядя устроил свадьба сыну и продавал перед свадьбой один биткоин перекрывал через продажи один биткоин вся свадьба и отдал ему какой-то отдал своего ребенка еще какой-то толчок финансовый толчок в жизни поэтому этот человек мне предлагает давай соединяемся и купим новая электронная монета где-то я не понимаю ничего в этом делал не понимаю что мне надо понять для того что решить заняться этим первое мне нужно понять поверхности механизм как это работает кто продавец я покупатель кто продавец что он продает где это сохраняется где зафиксироваться что-то что-то мой технически как это работает кому я передаю деньги если не передаю почему он дает меня вот технически работу а глубоко понять это что это такой который вообще стоит деньги зачем он вообще стоит кому это надо зачем меня оно надо зачем кому это надо купить от меня почему это должен стать дороже или дешевле что тут что за причина которая все происходит это глубоко понять есть технические понятия есть глубоко понять это разные вещи это разные это разная тематика то есть теперь мы продолжаем после того что мы понимали что есть хохму и пытались понять что такое хохму и есть дыну и пытались понять что такое бина который обрабатывает знания вот этого молной которая ударила от меня от хохму и она ее разрабатывает в ширина и глубина ее этого мудрости они 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 есть они хохму и бино евла и ца ав и мама и папа папа и мама чьи кому хамой лидоис которые рождают авасашем виросой упахдой они рождают для божественной души мы рождают ее чувство какая любить всевышнему бояться всевышнему переживать от всевышнему кто папа хохму почему она дает кто мама бино почему бино она принимает она принимает ее разрабатывает и переводит к итогу вот этих двух частей это главная часть нашей человечески божественной разума божественной божественной